Продолжаем нашу программу. Национальный музей Республики Татарстан объявил и проводит традиционные дни дарений. Об особенностях дней дарений в этом году поговорим с Гульчачак Рахимзиановной, Назиповой, генеральным директором Национального музея Республики. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, эта благотворительная акция проводится с 1997 года. За 20 лишним лет наверняка коллекция пополнялась. И вот что вам на память приходит? Даров очень много. И мы очень благодарны жителям Казани, гостям Казани, которые приносят в музеи вещи свои. Уникальные вещи. У нас экспертно-фондово-закупочная комиссия определяет ценность этого предмета, но некоторые предметы изначально мы понимаем, что они очень ценные. И, конечно же, за историю вот этой акции очень много подарков мы получили. Но надо сказать, вообще Национальный музей, как и многие музеи, возник, собственно, на основе благотворительности. Андрей Федорович Лихачев, вы, наверное, знаете, это известный казанский коллекционер, 40 тысяч единиц хранения после его смерти. Его брат Иван Федорович Лихачев, вице-адмирал российского флота, подарил городу как раз в дни, когда в городе создавался музей. Для сравнения, во время создания Пермского музея в те же годы, в 1890 году у них в Пермске музей создан был, поступило около 6 тысяч единиц хранения. Это был один из крупнейших музеев. А наш, сами понимаете, сразу 40 тысяч. И это не случайно, потому что у нас Казанский императорский университет, огромный пласт научной, интеллектуальной мысли. И, конечно же, тяга ко всему европейскому. А музеи – это европейская цивилизация, это европейская культура. И, конечно, и сейчас эти традиции продолжаются, и ученые Казанского университета тоже, в том числе, продолжают пополнять наши коллекции музейные. И, надо сказать, вот в дни дарения Наталья Анатольевна Федорова принесла очень интересный комплекс предметов, связанных с деятельностью ее бабушки Евдокии Андреевны, которая в годы войны работала в одном из Ивакогоспиталей города Казани. И очень интересный материал этот, потому что там дается внутреннее убранство, там как вот эти палаты выглядели, эти сраненные. То есть сохранилось это все, да? Конечно. А ведь госпитали Казани более 300 тысяч бойцов вернули на фронт. Это же вот как бы практически целые армии. И, конечно же, очень большая интересная история вот этих Ивакогоспиталей. И мы вот это все будем, конечно, представлять прежде всего на Виртуальном музее Великой Отечественной войны. Вы, наверное, знаете, это от фронту.ру. У нас работает очень интересный сайт республиканский, мы его поддерживаем. И, конечно, такие материалы будут там сразу размещаться. Это большая ценность для нас. А вот в этом году отмечается юбилей Толстого. Ждете ли вы что-либо к этой дате? Мы ждать иногда не приходится таких вещей, поэтому сами работаем. И вот благодаря нашему директору музея, филиала нашего музея Ленина, Татьяне Ивановне Басовой, она проводит работу по поиску вещей, связанных с именем Ленина, веретенниковых, то есть со всей Казанской губернией связанных, родственников таких великих людей. Так вот, и она случайно узнала, что есть такие жители в Москве, у которых есть личные вещи, связанные с Толстым. И вот к нам поступил графин второй половины XIX века из семьи Чертковых. Вы, наверное, знаете, это издатель, друг Толстого. Владимир Григорьевич очень много вместе провел с Толстым, был его единомышленником, сторонником Толстовства. Конечно, все это очень интересно, и графин имеет такую вот легенду. Иногда мы основываемся, конечно, на легендах, но, судя по всему, эта легенда достоверная. Удивительно, что сохраняются такие вот личные вещи. Они хранятся как семейные реликвии и передаются из поколения в поколение. Это очень важно, чтобы понимали дети, как важные вещи. Да, конечно. А в каких музеях и филиалах проводится эта акция? Практически во всех. У нас в Национальном музее 12 филиалов. Даже те, которые сейчас закрыты на ремонт, и вот скоро мы их будем представлять, они тоже проводят дни дарения. Особенно интересно дарения, которые сейчас в пожертвования поступили в музей Тукая. Мы создаем экспозицию сейчас очень энергично. И, конечно, очень целые коллекции поступают сейчас. Мы со всей его населения объявили клич, собираем... Кстати, вот у вас есть в вашей библиотеке книги Тукая? Можете к нам принести? Вы знаете, есть, да. Можно принести. Можете принести. Мы везде делаем табличку, что это из личной библиотеки такой-то семьи. Это очень интересно. А вот скажите, пожалуйста, по итогам дней дарения будет ли проводиться какая-то экспозиция? Отдельная выставка. Дело в том, что наиболее ценные, яркие предметы мы уже выставили. То есть вот 1 апреля акция началась, и подведение итогов акции будет 5 апреля. Кстати, вас приглашаю. Это день рождения музея. И мы проводим парад экспонатов, парад этих даров. Лучшие, наиболее интересные дары мы заносим в книгу дарителей. Почетная книга дарителей. Она и до революции была 1917 года. Потом мы ее восстановили. Сейчас она у нас снова работает. И мы, конечно же, наиболее выдающимся меценатам, которые многие годы оказывают нам всяческую поддержку, дарят из раза в раз подарки для фондов нашего музея, мы им вручаем, у нас есть знак меценат музея, такой интересный значок. Это замечательно. Спасибо вам большое. Мы, конечно же, призываем наших телезрителей войти в историю Национального музея Республики Татарстан. Татарстан, если у вас есть что подарить музею, приходите, пожалуйста, с 1 по 5, уже, какое сегодня уже, 3 число, да? Но мне кажется, вы не ограничитесь этими датами. Да, да, да. Мы можно в течение года приносить. Мы, конечно же, с наступающим днем рождения. Поздравляем Национальный музей и спасибо, что пришли к нам и порадовали нас.